Всем привет! Вы на канале своими руками. Сегодня у нас мастер-класс по свит-дизайну. Мы будем делать сладкий букет в корзиночке и назовем его весенние цветы. Сегодня мы научимся делать из креповой бумаги цветы крокусы. И такими крокусами трех разных цветов, желтыми, красными, розовыми, мы будем украшать корзину и делать наш весенний букет. Что нам сегодня необходимо для работы? Нам нужна будет корзинка. Дно корзины я уже заполнила. Это пенопласт, обернутый креповой зеленой бумагой. То есть вы выбираете и делаете основу по размеру своей корзины. У меня дно корзинки, то есть вот эта основа где-то 18-19 сантиметров. Далее нам понадобятся, естественно, конфетки в количестве 65 штук. То есть довольно-таки много. Далее шпажки. Ножницы. Нитки в тон креповой бумаги. То есть, в принципе, понадобятся нитки желтые, красные, розовые. Но я буду показывать на примере красного цветочка, поэтому у меня вот такие вот нитки. Креповая бумага, как я сказала, уже трех цветов. Но мы ее разрезаем на полосочки. Ширина 3 сантиметра. И длина 16,5 сантиметров. 17 приблизительно. Значит, для одного крокуса нам понадобятся 3 полосочки. И для создания листочков нам понадобится зеленая креповая бумага. У каждого цветочка по 2 листочка. Ширина 2,5 сантиметра. И длина 10,5. Также я буду в своем букете использовать два оттенка зеленого. Светло-зеленый и темно-зеленый. И, конечно же, клеевой пистолет. Итак, приступим к созданию нашего цветочка. Такого симпатичного весеннего крокуса. До начала мы должны приклеить нашу конфетку к шпажке. У меня вот такая конфетка, внутри она круглая, с двумя хвостиками. Один хвостик мы оставляем завернутый. Второй разворачиваем. Так удобнее приклеить конфету. Наносим клей. Прикладываем шпажку. И теперь осталось только лишь завернуть хвостик. Наша конфетка очень надежно приклеена к шпажке. Пока нашу заготовочку отложим в сторонку. И займемся созданием лепестков. Берем три полосочки нужного цвета. Теперь скручиваем приблизительно посередине и делаем два виточка. Один виток и второй виток. Теперь накладываем одну часть на другую. Немного выворачивая и придавая круглую форму. То же самое делаем с двумя полосками оставшимися. Три лепесточка готовы. Можем собирать наш крокус. Берем нашу заготовочку с конфетой. Прижимаем хвостик конфеты. Берем один лепесток. И прижимаем этим лепестком. Оборачиваем конфету вместе с хвостиком. Хвостик мы не приклеиваем. Так как потом нам придется из цветочка доставать конфету. И при помощи ниток мы фиксируем наш лепесток. Обтянув конфетку. Берем второй лепесток. Прикладываем рядом. Буквально немножко внахлёст, но не сильно. И также фиксируем ниткой. И третий. Закрываем оставшуюся часть. Наш крокус, наш бутончик вот такой цветка готов. Из него немножко видна конфетка. Потом этот бутончик можно приоткрыть и достать конфету. Теперь сделаем листочки нашему бутончику, нашему цветку. Берем два отрезка зелененьких. Складываем пополам. И вырезаем листочки. И посерединке немножко растягиваем бумагу, придавая им тоже округлую форму. Теперь при помощи клеевого пистолета приклеиваем наши листочки с двух сторон. Максимально закрывая нить. Вот такой весенний цветочек, крокус, у нас получился. Когда все цветочки готовы, мы можем приступить к формированию нашего букетика. Берем корзинку и выставляем все наши цветы в хаотичном порядке, чтобы букет выглядел разноцветным. Все цветочки у меня, шпажки, отрезаны с запасом на всякий пожарный, если мне будет необходимо обрезать и делать какие-то цветы покороче, какие-то подлиннее. Поэтому необходимо будут кусачки или ножницы. Обрезаем при помощи кусачек нужную длину и начинаем выставлять первый ряд. Первый ряд у нас будет немножко под наклоном и прилегать к корзинке. Потом мы поправим, повернем, как нам будет красиво смотреться. Вот таким образом выставляем первый ряд. Так. Параб ago. Потом мы sw pitchfork. С суппортом. 맞ю handheld. Пр Creator. Более tissues. Первый ряд заполнили. Первый ряд заполнили. Нашу корзину получилась вот такая горочка из цветов. Корзинка тяжелая довольно-таки, но у нас остается небольшая пустота с краю. Поэтому мы ее закроем еще одним рядом и получится пышный букет, который даже за пределами корзинки будет выглядеть. Вот так выглядит эта сторона, а эта еще пустовато. Давайте ее заполним. Чет наискосок. Вставляем наши цветочки между цветами первого ряда. Продолжение следует... Все, выставили все наши 65 конфет. Получился очень большой, очень пышный весенний букетик. Теперь можно поправить наши листочки, разровнять. Если где-то требуется повернуть цветочек, можно повернуть, чтобы наши листики создавали больше объема зелени. Ну и наш букет практически готов. Осталось немножко украсить корзинку. Я хочу красить ее вот таким уже готовым бантом красного цвета, прикрепив его сверху к ручке. Теперь расправим наш бант. Пышное и объемное украшение у нас получилось для букета. Итак, наш букет весенние цветы готов. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал своими руками или do it yourself. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Adios, bye bye, всем пока!